Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Глава первая. В Петербурге в сороковых годах случилось удивившее всех событие. Красавец, князь, командир лейб эскадроны Керасирского полка, которому все предсказывали и флигель адъютанства, и блестящую карьеру при императоре Николае Первом, за месяц до свадьбы с красавицей Фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь с намерением поступить в него монахом. Событие оказалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его. Для самого же князя Степана Касацкого все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе. Отец Степана Касацкого, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было 12 лет. Как не жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники. Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту, и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб. Целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солдал. Его, наверное, бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома. В восемнадцати лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель адъютанства. И Касацкий сильно желал этого не только из честолюбия, но главное потому, что еще со времен корпуса страстно, именно страстно, любил Николай Павлович. Всякий приезд Николая Павлович в корпус, а он часто езжал к ним, когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпеченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касацкий испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем, собой, ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно, обращаясь с ними. После последней истории Касацкого с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касацкому, но когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, уезжая, сказал «Знаете, что все мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать, но они здесь», – он показал на сердце. Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом. Сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтоб они верно служили ему и Отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касацкий, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами. Когда Касацкий вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касацкий отдал сестре половину состояния, и то, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил. С внешней стороны Касацкий казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная, но в сущности все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивления людей. Было ли это учения, науки? Он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам. Так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским как русским. Так он потом, занявшись шахматами, добился того, что, еще будучи в корпусе, стал отлично играть. Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель. И как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, как другая тотчас же вырастала в его сознание и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться, и для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняло его жизнь. Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя и опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги и добился того, чего хотел. Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе, выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им. Высшее общество тогда состояло, да я думаю, всегда и везде состоит, из четырех сортов людей. Из первое – людей богатых и придворных. Из второе – небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе. Третье – из богатых людей, подделывающихся к придворным. И четвертое – из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касацкий не принадлежал к первым. Касацкий был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света. И неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, но он был чужой. С ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои, и он не свой. И Касацкий захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, и он дожидался этого, или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться, все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касацкий не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой. Она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе. Касацкий сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери, и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, и что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Палча.